приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня у нас с вами народные приметы на 3 марта поговорим о том что можно делать в этот день 3 марта также чего крайне категорически нельзя делать чтобы не привлечь беды проблемы и неприятности на весь год далее друзья все более подробно 3 марта наши предки судили о предстоящем урожаем народном календаре этот день получил название как ярилин день также этот день еще называют как ярила с овсянкой ярила за бараной ярила с птицей овсянкой или овсянка а все потому что в этот день наши предки почитали птичку овсянку вестницу скорого тепла православная церковь 3 марта чтит память святителя льва папы римского который прославился своими сочинениями миролюбием и действиями направленными против разных еретических течений 452 году он своим красноречием удержал предводителя гуннов аттилу от разорения рима а в 455 году убедил короля вандалов гензериха не проливать кровь невинных людей и не придавать огню рим мощи свидетеля находится в адкинском соборе время также в народе 3 марта называли это днем как день агапа в честь свидетеля агапа народная примета гласит что если в этот день человек потерял деньги то очень скоро он сможет больше зарабатывать увидеть в эту дату траурную процессию процессию с крепкому здоровью наши пращуры 3 марта почитали птичку овсянку которая считается вестницей прихода теплых деньков отсюда и название дня в народном месяц условия было принято печь пирожки и печенье из овсяной муки выпечкой угощали домочадцев а также раскладывали во дворе для того чтобы птички могли полакомиться овсянка эта маленькая птичка с ярким золотисто-желтым и при нем на груди и голове своим негромким и мелодичным криком она вещает о наступлении весны и по поверью 3 марта можно было увидеть вылет бабочек крапивниц если бабочки появились то снег скоро сойдет и наступит долгожданное тепло в этот период шла серьезная подготовка к пассивным работам мужики проверяли чинили инструменты сохи и телеги в этот день считал народ бог солнца ярила уже готовится к весенним работам и проверяет сухую борону тоже делали и крестьяне я елен день весь пропитан ощущением приближения настоящего весеннего тепла и пробуждения природы и и в этот день можно было услышать пение овсянки конечно же к этой птице 3 марта в народе относились как к вестнице весны и и особо подсчитали хозяйки пекли овсянки овсяное печенье которым угощали домашних обязательно выпечку оставляли во дворе чтобы приманить птичек а значит и весеннее тепло кстати чем больше сегодня дома хозяйка приготовит еды считали на руси тем больше благополучие придет в этом году в дом погода в ярилен день 3 марта была переменчива что отражало народные поговорки связанные с третьим мартом также считала что если сегодня девушка у курица иголкой и и где-то похвалят если вы сегодня споткнулись по дороге домой то это говорил о том что может случиться ссора в ярилен день предки предугадывали когда придет настоящая весна на руси приметили что если сегодня появились бабочки крапивницы то снег скоро растает по сегодняшней погоде можно было понять чего ждать от урожая так если день прошел без осадков то год будет плодородным взгляните на сосульки если она не полая то уродится хлеб о том же говорит и сильный и обильный снегопад выпавший на 3 марта хороший сенокус сулит а разлившиеся в ярилин полноводья а если доведется сегодня услышать гром то это тоже знак урожайного года также в ярилин день можно было предсказать погоду на ближайшие дни а также на лето поэтому присмотритесь к небу яркие звезды и луна ночью к морозам редкие к ненастной погоде и метели бледный лик луны сулит щедрые осадки а гала туманное кольцо вокруг луны предвестник в юге волнистые или сероватые облака сегодня означает что скоро сильно потеплеет белые облака говорят о том что подует ветер если деревья потрескивают наступит трескучие морозы дым идущий вниз сулят снежную погоду если же дым тянется к верху опять придут холода туман в этот день означает что лето выдастся дождливым 3 марта внимательно смотрели под ноги идя домой так как верили в одну интересную народную примету что если споткнешься сегодня то обязательно поссоришься с родственниками при том довольно серьезно если же избежать спотыкания не получалось трижды прыгали вокруг себя на той ноге которой споткнулись и плевали через левое плечо считалось что таким образом можно отвести плохую народную примету а крупную ссору превратить небольшое недопонимание женщины которые не могли долго забеременеть 3 марта пекли булочки из овсяной муки взятой взаймы у многодетной соседки готовую выпечку съедали муж и жена желающие поскорее стать родителями а окрошки раскидывали у себя во дворе по поверю чем больше птиц прилетит в этот день ими полакомиться то тем выше шанс зачать малыша согласно народному преданию как 3 марта проведешь таким и будет целый год поэтому строго-настрого запрещалось впадать в уныние и броница хорошие народные приметы в этот день 3 марта считалась готовка пирожков с разной начинкой также в этот день лучше было отправиться в гости к своим родным или близким друзьям то что осталось на столе обычно скамливали птичкам таким образом наши предки старались привлечь счастье в свой дом кроме того с этого дня начиналась уже и подготовка к посевным работам мужчины проверяли и затачивали инструменты конечно же в этот день были а и определенные запретные народные приметы и наши предки старались их выполнять поэтому основное чего нельзя было делать делать 3 марта в день ярила с овсянкой это грустить и печалиться ведь сегодня чествуют не только бога солнца плодородия тепла но и вестницу весны овсянку маленькую птичку с желтым оперением тот же кто встретит этот праздник в плохом настроении может весь год так его и провести запрещается в этот день было надевать темную одежду сегодня в наряде должно присутствовать обязательно что-то желтое платочек шапочка или шарфик ослушавшиеся запреты еще долго не снимут траурные вещи приметами не рекомендуется специально искать птичку овсянку иначе можно навлечь на себя неприятности но если увидеть ее случайно то это знак предстоящей удачи и радости нельзя отказываться сегодня от традиционного праздничного угощения овсяного печенья и булочек овсянок иначе весна не наступит выбросившего выпечку ждут неприятности и горести не стоит молодым вечер этого праздников проводить в одиночестве сегодня молодежь должна была гулять и веселиться и считалось что тогда весна увидевшись как ее радостно встречает уже не уступит господство на земле лютой зиме но в праздник вегер ел и с овсянкой нельзя было бездельничать по народным приметам тружеников ждет удачи и счастья а у лентяев начнется полоса неудач за какое дело не возьмутся ничего у них точно не получится нельзя 3 марта и делать им он даже мелкая починка не рекомендуется считается в народе что починенное или отремонтированное сегодня долго не прослужит запрещено в день ярилы с овсянкой выносить мусор из дома вместе с ними хозяева вынесут и благополучие любовь и здоровье не стоит в этот день употреблять и нецензурные слова нечисть придет и начнет шалить в доме все из рук станет валится посуда биться кипяток из кастрюль вывалится и ошпаривать также в этот день 3 марта нельзя давать в долг соль и хлеб иначе ничего в огороде не уродиться кстати просить эти продукты тоже не стоит иначе обстоятельства сложатся таким образом что на зиму запасы придется делать покупая овощи и фрукты на рынке или в магазине также нельзя 3 марта было делать ремонт даже мелкая починка не рекомендуется поэтому если у вас что-то сегодня поломалась то перенесите именно эту операцию на другой день также нельзя в день ярилы с овсянкой выносить мусор иначе вынесите свои свой достаток и изобилие из дома поэтому перенесите это уже на другой день также обращаем ваше внимание что в этот день нельзя употреблять нецензурные слова иначе нечисть придет и начнет шалить в вашем доме поэтому обращайте пожалуйста на это внимание а люди которые родились 3 марта одарены способностью красиво петь они понимают язык птиц и ветра им подходит корнеол и сердолик а также хотим обратить ваше внимание что в этот день 3 марта ни в коем случае нельзя искать птичку овсянку иначе можете навлечь на себя неприятности но если увидеть ее случайно то это знак предстоящей удачи и радости вот такой друзья у нас с вами день 3 марта по народному календарю и народным приметам где мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогают жизни сами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал если еще не подписались обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации но прямо сейчас на экране друзья вы видите два прямоугольника это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то видео которого на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео